Всем привет! Вас приветствует Маруся на своем канале. И сегодня я готовлю печенюшки, необычные печенье-пельмени. Приготовим тесто для наших печенюшек. Нам нужно 100 грамм муки. Сюда мы перекладываем 100 грамм творога. Кладем сюда 100 грамм масла сливочного, можно маргарин. И высыпаем сахар. Чуть-чуть сахара оставим, прям вот чуть-чуть. Мы сейчас здесь собьем яичко. Я беру перепелиное, можно взять одно куриное. Эту смесь нам нужно всю перемешать и как бы порубить ножом. Яйцо мы сейчас должны взбить. Добавляем в нашу смесь соду, гашеную обычным лимоном. Выдавливаем примерно где-то столовую ложку сока. Нам не только нужно погасить соду, но плюс добавить как вкусовую добавку. Добавляем сюда наше взбитое яйцо. И все тщательно перемешиваем. Нужно замесить нам крутое тесто. Если тесто очень мягкое, лучше добавить еще муки. Все зависит от творога. Если у вас творог жирный, то он будет требовать больше муки. Если творог сухой, то много муки не нужно. Тесто наше готово. Убираем в холодильнике примерно на полчасика. Мы будем делать наши печенюшки на пельменице. Сейчас мы тесто раскатаем в пласт. Начинка у нас будет сливовая повидла. Второй пласт готовим. Такое печенье очень удобно готовить, если у вас в холодильнике остался старый творог, кусочек маслицы. И можно приготовить вкусное печенье с остатками. Выкладываем наши печенюшки на противень для выпекания. Но сейчас нам нужно будет смазать яичком. Яйцо взбиваем, желток и промазываем. Я буду выпекать в аэрогриле. А если вы в духовке выпекаете, то температура 200 градусов. Желточек взбили. И нужно хорошенечко промазать сверху наши печенюшки, чтобы у них получилась как бы глазурь. Убираем наши печенюшки выпекать на 25 минут, примерно на 180 градусов до готовности. Такие вкусные получились печенья. Красивые, как пельмешки. Причем очень удобно просто использовать обычный гаджет для пельменей. Они хорошо пропекаются и очень вкусные получаются. Всем, кому понравился мой совет, ставим пальчик вверху. Не забываем подписываться. До новых встреч. Пока!